сейчас буду точить капролонами проставки под этот под штангу для центровки сейчас эти торцану и буду точить сейчас вторую торцану вот эту штуку все факу все принципе не буду точить две новые для того чтобы мне выставиться параллели по этим по отверстиям но иначе не знаю как выставляться Ok ?". а и и и Ну и всё, хорошее. В перчатках нельзя работать, так, тут сверлено 26-м, у нас 30-я штанга, значит, 30-я штанга, я, наверное, просверлюсь, 30-й, конечно, это нет, 28-й, возьму, я думаю, будет нормально. Так, конус у меня есть, конус есть напрямую. Сейчас зажмёмся. Есть биение на такой длине. Биение есть. Биение будет, это что-то некалиброванное. Мне это не важно, мне всё равно протачивать. Она гуляет, видите как-то. Здесь посадочная раздолбана, либо этот, либо станине самой Хана. В принципе, на две втулки должно хватить. Внутренне растачиваю. Почти что. Почти что. Не люблю длём работать, то одни придут, то другие. Ночью заебись, никого нету. Мозги не компонсируют, не ходят. Днём то олень позвонит, то тюлень. Мозги не компонсируют. Мозги не компонсируют. Мозги не компонсируют. Ну, вроде нормально. Сейчас промерю. Посмотрим, как она входит. Где ножик-то? Без ножка попала. О! Нормуль, в принципе. Поскользящий. Здесь тоже хорошо. Так, вторую подправить надо. Вторая немножко толстовата и не хочет забиваться. Ну, забивается, но сужается внутренний диаметр. Сейчас внутренний немножко точну на этой втулке. Децл. Децл надо точнуть. Так вот, без тонка, что завтра бы шёл к токарю. Просил бы его, чтобы он вытащил. Да токаря-то вообще десять минут работы. Для него это вообще не работа, эта херня. Пятисекундное дело. Сейчас главное не промахнуться. Блин, спина болит уже. Винтом делаешь спину и... А иначе... А иначе не видно ничего. Ну и вон нахер этот токарный станок. А спина болит от него вообще пипец. Позвоночник винтом, чтобы туда заглянуть и... Под лопаткой схватывает немножко мышцу. По идее, должно быть нормально. Из этих странных втулок можно было потерять реально целый день. А то и два. Так, всё, проехали. Сейчас посмотрим, что получилось-то вообще. Получилось, что не получилось. И что вообще получилось. Ну, теперь всё здесь нормально. Даже небольшой шаг есть чуть-чуть. Сейчас туда забиваем. Должно, по идее, быть чётко. Чётко должно быть. По идее. По идее чётко должно быть. Но не факт. Это не точно. Это не точно. Это не точно. Так, сейчас проверим штангу. Чё там? Чё там такое? Всё нормально. Всё чётко. Всё вроде бы чётко. Сюда, по идее, на двухметровую ставить нету. Я ж точить-то буду ею. А выставляться мне надо по той. Сюда я вытащил эти втулки. Ну, одну, блядь, с третьей попытки только сделал. Прослаблял, прослаблялась. Ну, там децилшат был. Мне надо было, чтобы чётко всё было. Так вот смотришь отсюда. На штанге эта параллельно той. Ну, вроде всё вровень выпирать. Эту я смотрю по верхней части, а ту штангу по нижней части. Вроде винта нету. Закрутил болты сюда, в этот палец. Но болты не чёткие показания. Не дают они никак. Не замериться от болтов. Стал мериться вот отсюда. Тут есть заводская часть. Вот она. Диаметр пальца. Мерил отсюда. До сюда. Ну, до конуса. Конуса проверил. Левый правый одинаковый. Ну, может там какие-то десятки разницы. Короче, понты. До сюда. Замерился. Потом вот так рулетку делал. Вот так вот. И по этой стороне. Одинаковое расстояние. Также проверил отсюда. До того пальца. Вот. До сюда. До стопора. Ну, все, в принципе, нормально. Ну, как не до стопора, до пальца. Так, визуально. Ну, я в прошлый раз это делал. Но еще раз сейчас убедился, правильно ли я сделал. Болты вкрутишь, они какую-то херню показывают. Видать, ударена резьба и он чуть под наклоном идет. Может болт кривой. Шаг-то крупный. Тут он же по-любому крупным шагом вот так крутится. Ну, вроде как расстояние одинаковое. То есть, ну хрен его знает. Визуально нормально. По рулетке тоже миллиметр в миллиметр. Вот так типа делал. Оттуда стык. А здесь вот так вот. Прилагал к этой. И здесь смотрел сколько здесь. И сколько здесь. В области прилегания. Вроде все одинаково. Без каких-то изменений. Вроде бы без каких-то. Фиг его знает. На самом деле. Так смотришь. Вроде все ровно. Сейчас еще попробую лазером ради интереса. Его как-то здесь надо расположить. Ну, для этого, чтобы лазером мерить трактор должен ровно стоять. По идее, вначале выровнять трактор надо. Ну, на глаз вот прям четко все видно, что на таком расстоянии видно, что ровно. Так, смотрю, ну все четко. Вроде как. Вроде как. Ни один смотрел, ходил к арендаторам. Приглашал его. Ну, типа вдвоем-то веселее же, правильно. Вроде все хорошо. Рулетки на глаз. Что? Буду вешать суппорта. Доточить. В принципе, вот это здесь так вот не особо важно. Это относительно то. Главное, чтобы расстояние было одинаковое. Чтобы пальцы боком не стояли. Это самое главное. Ну, что я увидел. Когда я вот этот цилиндр взял, сюда вваривал эти штуки. Он же у меня поскользящий здесь палец, да? То есть без люфта. И в том конце внизу, когда я выставлял посередине шток, то есть он у меня ходил минимум по сантиметру от центра влево и вправо. То есть при условии, что палец без зазора, без шата. То есть он поскользящий идет без зажора, без шата. Такое смещение было вот на такой длине. Сантиметр там двигалось. Ну, а тут-то втулки с пальцами. Там же крутящие моменты есть. Я думаю, все это компенсируется. Самое главное, чтобы вот этот узел был правильный. Вот. Чтобы эта стрела вот так боком не ездила. То есть, ну, четко ездила вдоль этого. Если она будет вот так ездить, то эта метахана будет. Хотя, как-то же вот эти швы восстанавливают, как они геометры смотрят. А шов совместился, заваривая и все. Ну, блин, тоже. И работает у них все, да? Вот эти все сваренные трактора работают. Так тоже не посмотришь, та стрела вот так вот идет. Хер поймешь. Почему тут от чего отталкиваться? Все вообще мутно. Муть полная. Ровно они ее не сделали, они же сделали конусную, блядь. Все вообще все кривое, косое с завода. Да, она вот так вот идет стрела. Вот так вот. Не вровень выпирать. Ну, потому что там широко, здесь узко. Она и так на конус идет. И вот так вот. Че они тут только не нагородили эти GC-бисты, блядь. GC-бисты, блядь. Ладно, начнем с... Ну, выстрелился вот, пилю. Что брало там, внизу брало, вверху не брало. Сейчас вверху берет, внизу ржавчина висит. Как-то разбито отверстие, ну... Снаружи так, а ближе туда вот по-другому. Низ ржавый. Придется, блин, два прохода делать. И почему-то вот эта часть была очень закаленная. От сварочного шва, что ли. Прям не хотела, братка. Ну, вон, ржавчина есть. Не ушла. Блин, два раза придется. Два раза фигово. Это целое времени серого куча уходит на проход на этот. Вон, ржавчина. Вот, зараза. Ну, как вот вымерялся, так оставил в таком состоянии. Лазить надо теперь наверх. По идее, опуститься бы, да? Развернуть рукоять сюда, да? Сделать ниже. Посмотрим, может, завтра опущусь. Может, уже надоело здесь на стремянку залазить и контролировать. Вон, пошла ржавчина. Не цепляет вообще. Да. Смотрите, отверстие это уже восстанавливалось. Вот. Сварка. Представляете, она отвалилась. От тела, не права. Вот, видите, ржавчина. То есть, это уже восстанавливалось все дело. Вот такие дела здесь. Я думаю, что он так плохо пилится. Оно и плохо пилилось, потому что оно сварка уже. Значит, здесь вот это место восстанавливали. Больше пока так, ну, сзади не находил. И спереди крайние отверстия тоже восстанавливались. Я тогда точил, такая же черня была. То есть, в этом тракторе вот уже как когда-то кто-то восстанавливал отверстие. Сколько лет назад и где, это непонятно. Наверное, за границей еще. Все это дело было. Поэтому так плохо и пилит. Все сварку пилить надо. Неизвестно, какая там провока применялась. Я, кстати, смотрел видео австралийского чувака. У него восстановление отверстий. Так вот, он варит газом 80% аргона, 10% углекислоты и 10% кислорода. И он, говорит, самый идеальный вариант газа. Кислород дает такое как бы горение лучше. Не растекается, говорит, вся эта канитель. И брызг мало. А проволоку он применяет, говорит, люблю больше работать с бронзовой проволокой. Не обмедненная, а бронзовая. С ней йогрет лучше намного получается с бронзой, чем с медью. Так, и чтобы вниз бы не пиздануться бы. В бассейн мой. Сейчас я канал посмотрю, где его на. Это так, для информации, чтобы... Чтобы... Вот это вот смотрю LD Story. Тоже такое иногда интересное, говорить всякие рассказы. Вот проклеит облак сайт, как у меня. VPN поставил. Некоторые сайты не открывают, в общем. Вот его. Австралия. Восстановление отверстия. Но там все. И цилиндры, и гильзы восстанавливает, и штоки меняет. И такой чувак. Там, конечно, цех у них просто... Инженеринг Австралия называется. Интересно посмотреть, как за границей работает. У него, кстати, там субтитры идут на русском языке. Я не знаю почему. Я ему раз написал, он не ответил даже. Сейчас не отвечает. Может из-за войны не отвечает. Я не знаю из-за чего. Да, в третьей попытке вот, говорю, получилось сделать. Потому что, ну она мягкая, как бы, что-то раз. Вроде все нормально. Сюда вставляю, но чуть-чуть шат есть. То есть вот пока достиг того, что сюда она забивается, здесь делают чуть больше, а когда забиваешь, она сужается. Короче, ну внутрь-то можно проточить, да. А вот на русском ты уже потом не хочешь когда-то отрезал. Такой нюансик небольшой есть в этом деле. Разговаривал с оператором Кат. Он говорит, рассказывал, что там чел, говорит, один там только купил станок, и там пишет в группе, да, он там, я, говорит, за пять часов там расточил весь трактор К-750 или Т-150, ну который сочлененка. Блядь, там профессионал в высшей гильдии человек. Да, придется еще раз пилить, вот зараза. Вот этот проход, вот этот проход. Я не знаю, как он там на тракторе стоит. Вот этот проход 45 минут. Делаешь быстрее, ханарий с тусом. Плюс вот эти дырки, резец ударяется вниз и откалывается может. Я уже это проходил. Эта скорость вращения быстрая, что по этой дырке бьет и резец помойку. Представляете, заточил до сюда, здесь он отломался и здесь он другого диаметра наточил. Вот, ровно половину он этой стулки проточит другого диаметра. Ну и что? Все, хана, твоя работа, считай, блядь, пустую. Полчаса времени ты потерял, ты потом еще раз будешь прогонять. Масло добавлять нельзя, потом варить по нему. Ну, по маслу потом проблема будет варить, мне кажется. И сейчас масло брызгает. Брызгают только воду. Масла не добавляют. Просто потом думаю, что при сварке будет беда, если масла добавлять. Смотрим. Смотрим. Папах. Смотрим. Папах. 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 Всех смотрящим здравствовать. И не болеть. Сегодня 31-ая. Думаю, что такое? Каждый год 1-го июня снег идет, а сегодня 31-ая. что снега не видно что такое непонятно завтра первый день лето сегодня тепло вчера было хорошо сегодня но кто в чем-то в майке кто пальто и поймешь но я-то конечно курки ночью-то холодно на воле спортсмен майки кому жарко кому холодно деревья уже вон зеленые стали залив кольский кольский залив выход до 20 колеса то жестко жестко колодки гремят сзади в субпортах надо разбирать смотреть что там видать пружинки эти которые там пластинки железные противоскриптные износились и происходит требезжание суппортов позвонил по поведению проволоку купить 2 миллиметровой 1 и 2 толщиной 2 тысячи рублей катушка 18 килограмм у меня 1 и 2 кончилось уже почти что надо купить чтобы была удача на колеса потащили вот на таких волнах лежащий полицейский дача разваливается просто на ура даже чиркать может задним этим бампером удачи ж тандемная система колес по центру стоят сделано с умом швеция подпилил эти херни вот они значит если так будете делать тогда пилить ровно вертикально не по этой стенке а ровно вертикально потому что вот так должно быть ровно вертикально где-то сантим сюда вам стыковать потом удобнее будет и варить удобней то есть поняли то есть я планировал к сварке варить я так и буду я потом здесь вот немножко подточу выровняю это место вот а вы лучше ровно пилить и вертикально как можно ровнее здесь у меня ровнее получилось видите то есть стыковать легче будет а так вам придется одну сторону подтачивать ну можно конечно и так но лучше вертикально сделать меньше проблем будет и пилить удобнее так одно остало гору хотел две поставить потому их хер с ней одно оставлю в принципе тут расстояние сейчас небольшое сколько тут наверно 5 сантиметров что расстояние все равно тут большое штанга будет сопротивляться лихо но я думаю что должно прокатить тут расстояние ну как обычно вот она 8 можно было конечно этот поставить этой стороной я только вот эту планку выпиливал чтобы отрезать 230 грудь диск достает почти до конца а потом маленькой машинкой снизу подпиливаете чуть-чуть буквально и отламываете то есть вот эту я выпиливал удалял это оставалось только подшипник снял отсюда ступицу и 230 новым диском достает почти вот до сюда чуть-чуть начиная даже прорезать 230 диск поэтому расстояние не убежала никакой это опор осталось это оставалось только вот это не было сюда вот конечно лучше было сейчас два подшипника поставить у меня второй такой подшипник он ну не центрованный получается с пластинками силонами смешными и если снимать у меня будет все сбиваться этот у меня центрованный четко по посадочному но лучше было два поставить что вот это расстояние сократить и это чуть лучше можно было вот этот крутить завести его с этой стороны и вот получается он бы отошел бы сюда понимаете то есть вот здесь бы встал чуть-чуть бы было бы изменения чуть-чуть было бы изменения и 2 сюда засадить но я уже не стал так делать так чем вешаю эту и приблуду и буду ну штанга вот ходит кстати не всегда так получается чтобы она ходила у меня не всегда не знаю почему но иногда не получается и все хорошо чтобы она перемещалась но в данном случае отлично можно сказать даже не знаю почему так получилось но как получилось так так получилось ставлю резец здесь по моему меня уже все четко в ноль ушло ту сторону я еще не пилил посмотрю да здесь уже можно наплавлять вот тут чуть-чуть есть вот пропуске ржавчина есть вот тут вообще дэшка дэшка вот она видите осталось а так везде в остальных местах сняло сейчас я тут наверно просто наждачкой подъел ложу да и нафиг можно наплавляться будет уже да ну приварится же здесь учетесь такого ничего хитрого нету ну блин вот сколько наплавлять вообще если делать вообще хуяно можно даже эту сторону отрезать оставить только вот эту часть со сваркой можно вообще вырезать ставить свои сюда новые но центроваться понимаете чё центроваться херово так там можно все распилить собрать цилиндр и по цилиндру как бы отцентроваться можно и так можно стопудово таким образом сделать вырезать это говно все и новые втулки пиздошить если нет станка это самый простой вариант выхвырить и все но я решил эти куски оставить родные вот эти вот это даже тоже можно не просто отпиздошить сразу перед ну перед установкой вы это не сделаете потому что вы не отцентруетесь тогда ты был умеется разбито то есть ну центроваться будет тяжеловато по втулке пластиковая но пока пролону и ну можно центроваться но можно эту сторону тоже отрезать херам собачьим даже вообще вот по сварку по заподлицо и новый кусок варить можно и так я решил вот сейчас так сделать и причем это посмотрел они вот тут даже не говорили вот шов недоваренный смотрите чтобы потом не был разговор вот они недоварили у них кончился шов я не знаю почему они так сварили вот вот видите недовар смотрите заводской вот они вели вели здесь пришли не смык не сомкнулись а эта сторона хорошо проварена вот видите вообще все четко вот он вот стык ведь фиг его знает хотя доступ здесь горелки должен быть можно подлезть доступ до горелка должна встать и завариться я хочу эти диаметры больше выточить больше вытащить и внутри сделать фаску типа как одеть на эту сварку и обварить по верху по верху хочу обварить ну так планировал не знаю как сейчас буду делать но вчера план был такой тоже на плавленное было прям шлафты отваливаются проволоки вот детали нам сверху грамот пол это 8 поставим наверно только что-то не очень его заточил мне кажется так что он такие звуки издают потому что прошлый раз я его сколол наверно его заточил с первого китайским три прохода делал там эллипс большой эта сторона главная вверх не берет низ берет а там наоборот низ не берет вверх берет как-то непонятно вот видите восстановленное было сварка отваливается вот металла походу они не 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 проварили не прогрела нормально них металл нет как мне кажется и она не прилипла проволока то есть она отржавела как бы от тела ну давай не умирает заколебал вот тут чуть-чуть не взяло вот уже самую малую проволоку стелила патрон держаться на ее не стелила как бы я думаю наждачка почищу будет нормально и а Звучит музыка. Звучит музыка. Звучит музыка. Дрели-останавливаются, приходится подкручивать, добавлять мощности. Неужели самому придется скачать эти? Да я могу-то вытащить, но, блин, казалось, лучше бы отдать людям, чтобы они сделали время сэкономить. А, на металлоприемке говорят сейчас, мурманская центральная металлоприемка, куда практически все сдавали. А с той металлоприемки в пароходы грузили и за границу отправляли. Не работает, короче, что, в пароходы-то не ходят. И сейчас металл, у нас сейчас металл беру по 5 рублей. 5 рублей за килограмм. А некоторые приемки вообще закрыты, даже не берут ничего. То есть металл не принимается. Самое интересное, что здесь разбита была вот эта часть больше, чем та. Улица меньше разбита, чем здесь. Как такое может быть? Получается, он выгибал вот так, что ли, цилиндр. Это место, и он поэтому здесь разбил внутряк больше, чем наружку. Но иначе я не знаю, как такое может быть. Заколебалская песня. Сморебалская песня. Симфония. Скрытки. Явно резец получается неправильно заточен. Да? Вот чуть-чуть Это место Жабчинка Вот она Думаю, наждачка подпилю, да и все Логично? Ну что тут смысл, блин, точить еще целый проход делать? Да нахер это надо А, я что тут наточила Ну так себе Так себе Более-менее, менее, более Тут Да, вот Почему-то вот эти, вот здесь вот ржавчина И здесь ржавчина Что за херня? То есть Как-то прогибало что ли, млядь или что Ух Шестьдесят один и два диаметра С этой стороны получился А с этой А с этой Ну а с этой Ну а с этой Ну а с этой Ну да Что-то тут Шестьдесят один Две десятки разницы где-то Да-да-да Две десятки разницы между этим ухом и этим Там эта сторона больше разбита Оказалось Корыца такое вообще удобно Да, раз поставил и Сюда сыпется Вначале пидел без него Там вон навалилось Вот он взял Что, даже размеры есть Двадцать шесть на девятнадцать сантиметров Надо наплавляться, но уже я не буду наплавляться Без двадцать четыре ночи Надо домой жить Что-то не хочу сегодня наплавляться Ну так себе Ну так чувствуешь там такие Чуть-чуть какие-то буараки Четыре часа утра Вот так вот всю ночь Вот видите как Когда солнце светит всю ночь Вот так вот Вот дубак на улице А вон пар идет Изо рта Вон печку топит Видите в гаражах холодно У меня тоже печка горит Вот так вот всю ночь вот Только оно ну короче светит Но оно короче не греет Это солнце Как лампочка работает А так А Пар идет Изо рта Но солнце светит само тепло А воздух конечно ледяной Просто пипец какой-то Но снег еще не растаял Вот он Здесь лежит Снег Вот он как лежал Так лежит Солнце сюда не вот Не греет на него Не светит и Он короче не тает В лед превратился Я думаю Через пару дней Я настаив Вроде обещают пару дней В теплую погоду Может и растает снег Так то в гаражах уже почти весь стаял Куда покатилась А ну стой Не да Час сваливает потихоньку Поехала куда-то Сейчас я сяну Поедем На педали новые накладки поставил Я раньше торговал ими Нашел как раз Четыре штучки от японских Осталось для японских машин Две сюда поставил А тут блин С дырявами вообще не по фэншую У нас лазит С педали А с новенькими то вообще прям Четненько Четненько Десетку кто-то разобрал Да сейчас проблема с запчастями Ребятки начнется Просто песец какая-то Чувствую я Узбеки весь хлам скупили Просто песец Карина ел Просто труп забрали Мои эти арендаторы тоже Вектра Просто хламина Вектра Бэ там просто Такая блювотина Купили что-то перепродают Я вообще в ахуе Ее на металлолом то не сдать Там нет ничего от нее Там две люди Надо до такой степени Любить свою машину И самого себя Что двери просто зашпаклевать Когда двери стоили Две-три тысячи Не Надо короче Все шпаклевать Шпакли вся лопала Вот Насколько вот надо Быть блювот Блевотиной Чтобы вот такую хуйню Что творить бля Просто ужас бля Я просто офигеваю Какие тачки обсосанные Усосанные Усосанные Класс 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 Класс